Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео о покупках. Понемногу всего накопилось. Книги, пособия, пазлы, раскопки, немного пасхальных наборов, опыты. Итак, давайте все посмотрим поближе. Начнем с покупок из магазина FixPrice. Покупила вот такой творческий пасхальный набор ребенку. Здесь, получается, можно сделать фигурки. Мне заинтересовало, понравилось, что они на пружинках. Здесь, значит, зайчик, лягушка, ежик и овечка. Сами все фигурки уже выдавлены, то есть ребенку ничего вырезать не надо. Часть обычная, на материале типа Эва, по-моему, он называется. А часть с оборотной стороны еще идет клейкая такая основа. Я так понимаю, ее нужно снимать и соединять со второй половинкой. Таким образом делая игрушку объемной и закрепляя ее. Также тут в комплекте вот эти самые пружиночки, на которых будут игрушки держаться. Такие интересные, забавные. Мы такой на пружинках еще ничего не делали. Мне кажется, ребенку понравится. И тут идут еще такие вот глазки в комплекте, ну, чтобы украсить животных. Понравилась мне эта задумка. И что еще хочу сказать. Мне кажется, вот в 4, там, с половиной, в 5 лет уже ребенок спокойно это все сделает самостоятельно, может быть, даже и раньше. Ну, для малышей можно с родителями. А так я его вот посажу, и он будет занят. Я уверена, что тут моя помощь особо не нужна. Тут, в общем-то, он справится вот так вот. Вот лягушку соединить, склеить, собрать. Он точно уже сможет без моей помощи. Также к пасхальной тематике в фикс-прайсе взяла вот такой набор. Получается, он салонок пасхальный с курочкой и с петушком. Очень они мне понравились. Такие милые персонажи. Были еще подобные кролики. Но мне у них не понравилось оформление. Не очень понравилось. А здесь прям такие прямилые фигурки. И мне понравилось, как у них прокрашены перышки. В такой серый перелив все уходит. Славненько выглядит. Мы не будем их использовать по прямому назначению. Они у меня пойдут как такие сопровождающие моего ребенка в его пасхальной неделе. То есть в течение недели до Пасхи я ему буду давать разные задания. Вот разные эти творческие наборы. И вот скорее всего приносить или помогать разгадывать, где что находится в доме. Если я решусь на квест, а возможно я на него решусь. Вот будут мне такие персонажи. И плюс к ним также будет вот такая вот овечка. Тоже она из все того же фикс-прайса. Как-то достаточно бюджетно стоила. Ну и такая она миленькая. Что-то не удержалось, купила я ее себе. И для декора потом послужит где-то в той же детской. Ну и так настроение весеннее создаст. Моему ребенку всегда веселее выполнять задания с какими-то вот путеводителями, персонажами. Чем вот одному там что-то искать и просто там сидеть, что-то раскрашивать и делать. Ему интереснее, что ему кто-то там приносит, помогает и так далее. Далее я купила вот такой вот наборчик разноцветной фантазии. Здесь получается идет гипсовая фигурка и фломастеры. Часто в фикс-прайсе бывают эти гипсовые фигуры, но в этот раз меня очень привлек внешний вид этой фигурки. Здесь такой сказочный домик получается, как будто гномика какого-то. Но мы, я уже придумала, как мы это все обыграем, как мы это будем использовать. Я вам как-то показывала, что мы будем делать дверь эльфов и на балконе ее ставить. Вот когда потеплеет еще немного. И помимо дверки эльфов у нас будет и домик эльфов. Вот я им это все обыграю, он будет раскрашивать, делать. И сейчас сделаем домик эльфов. Но не смогла пройти мимо, уж очень симпатичный был. Еще мне там, кстати, из вот этой новой коллекции очень рыбка понравилась. Я вот все раздумываю над ее покупкой. Возможно, к нашей летней морской теме хочу прикупить. Летом будем с ним делать тематическую неделю по тему моря. Вот, в комплекте фломастеры, но не знаю, будем ли мы фломастерами раскрашивать. Я бы, наверное, скорее дала ребенку краски для этой работы. Мне кажется, более красиво и аккуратно должно получиться, чем фломастеры. Также в фикс-прайсе купила вот такой игровой набор юный археолог. Ну, это раскопки. Всем известные, я думаю, тут инструменты, молоточек, стилус такой для выкапывания фломастеров. Фигурок и кисточка. Что мне здесь понравилось? Здесь скелет внутри некого животного. У нас в наличии были только мамонты и крокодилы. Но что-то глядя, выбирая между мамонтом и крокодилом, я все-таки решила ему мамонта выбрать. Тем более у нас, по-моему, нет каких-то игрушек именно мамонтов. Если динозавров у нас достаточно много, то вот мамонтов я особо не помню. Мне кажется, это должно быть интересно. Пока полежит, когда будем повторять что-то связанное с эпохой, когда жили мамонты, мы обязательно этот набор пустим в ход. И последняя покупка из фикс-прайса. Вот такая скакалка. К лету ему купила. У нас, кстати, эта тема упущена. Он у меня еще никогда не скакал через скакалку. Не знает, что это такое. Вот летом с ним попробуем. По качеству ничего сказать, сориентировать не могу. Еще не распечатывали, не открывали. У нас еще слишком грязно для скакалок. Попробуем. Если нет, кстати, нужно эту тему не отпускать из вида. Очень полезная вещь. Может быть, это в спортивных магазинах. Посмотрю тоже, куплю ему, если будет плохое качество. Далее. Вот такая книга Александра Гатти. Приключения клинкуса в городе на деревьях. История о погибших огнях. Это первая часть, первая книга из серии книг. Мы еще эту книжку с ребенком не читали. Но, как я понимаю, здесь история в том, что мальчик сбегает из приюта и попадает в волшебный город на деревьях, который называется Листвянка. Его жители крошечные человечки пекут самое вкусное печенье и знают толку веселья. Какие тайны ему еще предстоит открыть. Ну, в общем, это тоже все, что я знаю про книгу. Меня очень заинтересовало оформление. В принципе, у меня ребенок любит приключенческие книги. Я тоже очень люблю такие вот приключения, фэнтези легкие. Также понравились здесь иллюстрации мне. Так интересно, красиво все оформлено. Достаточно крупный шрифт. И я так подозреваю, что даже если вот сейчас нам книга не очень подойдет, то, скорее всего, в период, когда он начнет самостоятельное чтение, она будет прямо идеальна. Хотя, я думаю, сейчас он должен ее с удовольствием прослушать. Но вот после нашей истории с книжкой Эннида Блейтона про дерево выше облаков, я уже немножко боюсь, опасаюсь, честно говоря, покупать сразу всю серию, потому что я понимаю, что у меня ребенок может запротестовать, ему может не понравиться. Вот, приключения, фэнтези. Я сама эти жанры обожаю, люблю. Ну и, в принципе, надеюсь, что ребенку на этот раз тоже все понравится. Достаточно много иллюстраций, есть целые развороты с иллюстрациями. Вот, в ближайшее время хочу ему предложить почитать. Не знаю, как ему подойдет, не подойдет, понравится, не понравится история. Будем смотреть. Там, по-моему, уже в серии, я точно видела порядка четырех или даже пяти книг есть еще. Поэтому разворот тут такой интересный, видимо, устройство дома жителей вот этого городка Листвянки. Ну вот, будем смотреть. Далее, вот такая серия книг от издательства «Пешком в историю» называется «Ветеринары». Я уже в одном из своих видео делилась тем, что у меня сейчас ребенок очень любит животных и мечтает стать ветеринаром. И вот у нас буквально вчера стартанула как раз тематическая неделя, посвященная ветеринарии. И по традиции мы начали с чтения книг, начали вот с первого вот этого комикса «Ветеринары сделаем укольчик». Значит, что могу сказать? Честно говоря, такие двоякие у меня ощущения от этой книги остались. Мы ее, кстати, еще до конца не дочитали. Ну, я уже поняла примерно суть содержания. Немножко с вами сейчас вот первым впечатлением поделюсь. Здесь каждая страница – это такой отдельный комикс, отдельная зарисовка из жизни двух напарников-ветеринаров. Я бы так сказала, что эти истории больше подойдут, наверное, для самостоятельного чтения для детей, потому что текста здесь совсем немного. Это комикс, и в большей степени здесь нужно разглядывать картинки. Они все, как и все комиксы, наверное, как и большинство комиксов, они все такие юмористические. И здесь профессия ветеринара раскрывается не то чтобы со стороны, как это там прекрасно и так далее, а скорее здесь некие такие казусы раскрыты, которые встречаются в жизни ветеринаров, какие-то сложные моменты, как приходится там гоняться за животными, что животные могут не хотеть, например, идти к ветеринару, ну и всякие такие смешные ситуации, как будто бы из их жизни, из их практики здесь приведены. Мне не очень смешно, как взрослые, но что-то есть моменты, где я улыбаюсь, но я не могу сказать, что там я прям хохочу, и мне очень нравится. Ребенку у меня нравится. Он у меня любит вот книжки на поразглядывать здесь, есть что поразглядывать здесь. Как вы видите, очень такие цветные, красивые, иллюстрированные изображения, и ему подходит этот юмор. И вот ему нравится, что там ветеринар бежал потом, бежал за животным, и потом уков, например, получил сам ветеринар. Его это веселит, его это смешит. Ну, я думаю, что да, юмор как раз по возрасту, где-то там 5-6 лет, наверное, идеально. Вот. Но, честно говоря, если бы я заранее где-то могла ознакомиться с книгой, я бы, скорее всего, ограничилась вот одной историей. Сделаем укольчик. Здесь про всех, получается, идет животных. В основном кошки-собаки, конечно, но встречаются там и лошади, и курицы, и прочие домашние питомцы. И даже вот они в зоопарк тут к жирафу приехали. Но в целом тоже в основном кошки-собаки. И есть еще две книги подобного плана. Их мы еще не читали. Это «Хороший песик» и «Парад кошачьих». Ну, соответственно, про кошек и про собак. Все, я думаю, здесь в том же стиле все то же самое. Вот еще будем с ним читать. Ну, честно говоря, вот за их стоимость не знаю. Я очень надеюсь, что ребенок потом это хотя бы заберет самостоятельное чтение, потому что так мне показались, ну, достаточно одноразовыми книжки. Хотя ребенку понравились, опять же. Ему все понравилось. Он сидит, он там что-то разглядывает, может с ними засесть вот а-ля своими любухами. Но вот жалко, он у меня еще не читает. Я думаю, если бы он читал сам, то он бы наверняка читал. Если бы он уже знал буквы, он бы наверняка с большим удовольствием читал. Я даже думаю, что возможно нам вот эти две книги отложить пока до поры до времени, чтобы у него больше было потом интереса к самостоятельному прочтению. Ну, посмотрим, как пойдет. Пока вот читаем. Сделаем укольчик. И как-то у нас так интересно началась наша неделя, посвященная ветеринарии с нотки юмора, так сказать. Далее, раз уж мы заговорили про ветеринарию, покажу вот такой вот пазл от фирмы Харди Гарди. Тоже я ему купила к нашей тематической неделе. Здесь получается ветеринарная клиника. Набор состоит из 70 деталей. И вот так он должен выглядеть потом в собранном варианте. То есть тут и кабинет офтальмолога, и рентген можно разглядеть. И какую-то вон операцию тигру делают. И просто вольеры на открытом воздухе с животными. Ну, такой он. Надо поразглядывать. И жирафа вон везут в клинику. Вот. Будем собирать. По поводу качества. Я думаю, должно быть неплохое. Фирма хорошая. Но мы еще не собирали. Размер детальки вот такой. Достаточно крупные они. Я думала, даже чуть помельче будут. Достаточно крупные. Но ничего. Будем вот собирать с ним тоже в нашу тематическую недельку. Покажу немного пособий. Я уже рассказывала, что у меня у ребенка есть небольшая трудность с написанием цифр. То есть визуально он различает цифры, ну, по крайней мере, в пределах 10 прекрасно. А вот когда я прошу его эту цифру изобразить самостоятельно писать, у него бывают трудности и проблемы. Поэтому я начала собирать им разные прописи, в которых мы будем тренироваться это делать. И вот очень мне понравилась вот такая пропись от издательства Миф, от Чегостика. Что мне здесь понравилось, что сначала мы обводим пальчиком цифру и потом прописываем цифру сначала крупно, потом поменьше и потом уже буквально по точкам, по очертаниям пишем цифру самостоятельно. Что еще очень понравилось, что достаточно крупные здесь изображения цифр идут и ребенку проще сориентироваться. Также здесь, ну, небольшая раскрасочка, вот, типа, друзья нолика, тоже все нолики. И тоже тут раскраска, каждый раскрасит своим цветом. Какие-то здесь еще задания по тропинке по ноликам пройти, раскрасить все ноли найти. Дорисовать Чегостюку яблока, потому что у него в руках ничего нет, это и значит ноль. Понравилось в целом пособие, вот оно, кстати, мне чем-то показалось похожим, я в предыдущем обзоре показывала нейрологопедические прописи. Вот, мне кажется, они плюс-минус своими заданиями чем-то похожи, их прям параллельно можно вводить и вот тренироваться, цифры прописывать. Хорошие такие. Тоже тут вот цифра 1, раскрасочка. Ну и пошли закрасить одну клетку, обвести все единицы, пройти лабиринт по единичкам. Так, чтобы, ну, во-первых, закреплялся визуальный образ, ну, вроде у нас, я говорю, визуальный образ закрепился, нам-то самое главное, чтобы вот еще ручку на прописях ему потренировать, потому что вот буквально вчера он что-то считал, посчитал, 4 предмета у него получилось, идеально написал четверку. И вот буквально может пройти там, не знаю, пару минут, и он напишет совершенно криво, коряво, и вообще впечатление, что он не помнит, как эта цифра выглядит, и как ее писать. В общем, я понимаю, что нам этот навык еще нужно тренировать, закреплять. Здесь все цифры. Кстати, мне здесь еще очень понравилось, что цифры здесь, вот как в школьных, да, больше прописях, не как печатные, а как уже такие в настоящих прописях циферки выглядят. Вот, цифры 8, 9, и, наверное, они здесь до 10, да, и последняя цифра 10. Ну, все в одном стиле, там, найти, обвести, раскрасить и потренировать ручку в прописях. Вот будем учиться с чегостиком писать цифры. И также тоже обучение счету, тетрадь, тренажер, это от фирмы Клевер. Подобный принцип здесь, слушай, все самое. Значит, циферка, обводим пальчиком и пишем. Вот тоже здесь мне понравилось, что крупный такой размеру цифр еще, потому что мелочь он у меня точно не напишет. И вот как такие прописи уже, которые ближе к школе, это он еще точно не сможет. То же самое, раскрасить все единицы, обведи все цифры один, раскрасить один треугольник, лабиринт по цифрам тоже пройти, они, кстати, похожи очень. Вот этот вот чегостик и еще, я говорю, нейроплогопедические прописи, они вот все плюс-минус в плане прописи очень одинаково выглядят. Но нам для тренировки самое оно, потому что, говорю, меня прям пугает. И тоже мне тут нравится, что цифры, они такие же, как вот в будущем ребенку предстоит писать в школе уже, чтобы тоже ручка запоминала, вот семерка, тоже она не вот такая, как часто пишут, и ребенок обоит, и запоминает ее так писать, а вот уже сразу правильное написание, чтобы уже потом его не переучивать лишний раз. Лабиринты, тоже обвести все цифры из 9, и здесь 0 в конце идет. Вот, если там в начале, то тут в конце. А, здесь тоже 10. Но, да, тут еще дальше идет, получается, здесь до середины цифры, а потом еще здесь, по-моему, тренироваться, первые примеры решать, вот эти вот математические домики на состав числа. Далее знак больше мы тренируем. Знак меньше. Знак равно. Но, опять математические домики, но уже со знаками. Сравнить числа, поставить знак. Знак плюс, сложение тут идет. Вот тоже мы, кстати, нам очень будет в плюс в тему, потому что мы вот сейчас приступаем к первым примерам. Как будто бы легко все понимает, но на всякий случай тоже лишним нам не будет, как раз. И знак минус. Даже, мне кажется, у клевера как-то поудачнее тетрадка. Ну, тут, в принципе, побольше информации получается. Вот, такое пособие еще взяли. Далее, вот такие вырезалки. Я купила от фирмы Коробум. Это сейчас Валентина Паевская в своих видео показывает. Альбомы для творчества Дуси. Но я посмотрела, это Дуси, она больше для малышей рассчитана. Нам она уже как-то не очень, получается, идет по возрасту. А меня Маркетплейс перекинул в рекомендациях на вот такие вот вырезалки. Понравились они мне. Интересные здесь такие задания. Значит, здесь все на отдельных листах. И что предлагается сделать? Стрекозе крылья сделать. Льву гриву. Сложить что-то наподобие пазла. Картинку вырезать и составить картинку, как пазл. Вот такую гусеницу забавную сделать. Тоже пазл опять. Осьминогу, щупальца прорезать. Есть совсем легкие здания. Есть такие прям интересные, интерактивные. Где-то, например, собачке рот открывается, закрывается. Мы ее возьмем сейчас к себе на ветеринарию. Как раз радугу вот надо сделать. Правда, тут как-то не вся вроде бы радуга. Тут по три цвета почему-то. Ну ладно. Аэропорт. Летят родители и мальчик куда-то. Вот это обезьяна. Там у нее забавно улыбка меняется, когда делаешь. Такая она интересная поделка. Дракон. Что-то связанное с тремя поросятами. Видимо, домик трех поросят будем делать. Бинокль. Теремок. Зайка пришел в гости к Белке. Ему лестницу будем помогать строить, чтобы подарок Белке подарить. Зайка уже у нас по деревьям не скачет. Королю украшать корону. Змейку-пошечку будем делать. Попугайчика. Тоже тут как-то он складывается интересно. Видимо, будет открываться клюв, насколько я вижу. Медведя вот будем делать. Я ему это все сейчас активно буду давать в ветеринарию. Потому что, на самом деле, пособий на эту тему и каких-то игр мало. И вот будем с ним хотя бы животных мастерить. Будет их там как будто бы лечить. Я не знаю, операции, наверное, им делать. Раз вырезать. Что-то будем как-то так приплетать. Мостик. Здесь нужно сделать динозавр. Пожар. Понравились. Мне и сами изображения понравились. И что мне еще понравилось. Вот идеальный уровень сложности для моего ребенка. Вот ему сейчас это то, что он может делать сам. Полностью, целиком, без моей помощи. Потому что бывают вырезалки посложнее. Это вот то, что в 4,5 он точно сам сделает. Меня это очень радует. Потому что, конечно, я вырезать умею. А ему еще учиться. Вот это здание понравилось. Кроватку для мишки сделать. Накормить малиной мишку. Так. Здесь какой-то кубик, видимо, будем делать. Домик делать вообще здорово. Красивый домик. Как игрушку. Хамелеон. Тут у нас верблюд. Девочка с книжкой сидит. Тоже так здорово, как 3D будет поделочка интересная. Африка что-то африканское. А вот на Пасху можно взять дракончика из яйца. Ну, здоровски. Интересные поделки. Мне понравились. Симпатичные. Приятные. Далее. Купила вот такую книгу от издательства Аванта. Птица. Птица книжка с наклейками. Единственное, что не посмотрела сразу на пункте выдачи. Книга была запечатана. Мне по виду показалось, что все отлично. А когда дома начала вскрывать. Вот тут вот прям спученная обложка. И чувствуется, что книжки что-то, видимо, какую-то наклейку приклеивали. И потом ее отодрали. Так что аж повредили обложку. Ну, ладно. Сама книга мне очень понравилась. Поэтому не стала ее уже обратно возвращать, отдавать. Мне очень понравились темы, которые здесь затрагиваются. Как раз для разговора с малышами. Так как я уже говорила, что мне ребенок сейчас увлекся в ветеринарии очень. Я понимаю, что нет нормальных книг про ветеринаров. Еще про кого-то. Поэтому мы с ним так посмеемся, скажем так, поиграем в ветеринаров. А потом уже, раз ему эта тема интересна, будем просто изучать разные виды животных, птиц и так далее. И вот на тему птиц, как раз сейчас к весне тоже подходящая, взяла эту книжку. Здесь простые темы. Очень легко все написано. Немного предложений на страничку. Легко, быстро все это будет читаться. Но при этом достаточно полная, объемная информация. Сейчас про листы вы можете смотреть. Где можно увидеть птиц, как устроена птица. Чьи следы. Есть небольшие здесь и задания. Также сюда можно клеить наклейки в процессе выполнения и прочтения книги. Такая она как игровая даже получается. Не совсем стандартная книжка, да, обычно. В художественной книге наклейки не клеим, да. Какого цвета бывают птицы? Окраска у самцов, у самок. Крылья птиц. Все ли птицы летают? Зачем птице хвост нужен? Зачем птице клюв? Куда улетают зимой? Какие разные, кстати, бывают клювы у всех птичек. Куда кто улетает зимой? Зимующие птицы. Гнезда. Задание тут найти. Гнездо. Птичьи яйца. Такие разные птенцы, которые у нас вылупляются у птичек. Городские птицы. Птицы на даче, в деревнях. Каких можно в лесу птичек встретить? На болоте. В горах. На море. В полях. Хищные птицы. Полезные птицы. Домашние птицы. Ну, много здесь всего. Мне понравились очень темы. И немного, как вы видите, информации на страницах. Очень-таки хорошие иллюстрации. Здесь, мне кажется, соединены причем и фотографии, и рисунки. Но как-то это достаточно корректно сделано. Меня не отпугивает такое оформление. Мне нравится. Про попугаев отдельные. Несколько глав идут. О чем поют птицы? Лучшие певцы. Птицы-близнецы. Как определить возраст птицы? Кормушки какие бывают? Скворечники. Что можно смастерить? Ну и в конце здесь... А, еще исчезнувшие птицы. Тоже у меня сейчас ребенок, кстати, активно изучает красную книгу. Вот тоже в тему исчезнувших животных. И тут небольшая раскраска. Можно нарисовать, каких птиц ты видел. И еще вот такие наклейки. Тоже вот, может, этими наклейками повредили. Тоже книжка повреждена немного из-за этих наклеек. Так, сейчас... Что мне рассказывать? Вот такие наклейки здесь и тут. В процессе прочтения ребенок может приклеивать. И также от издательства Аванта. Тоже как бы в пару, в дополнение к этой книжке. Взяла вот такую вот тетрадь. Как рабочую, как пособие. Наблюдаем и изучаем птицы. Безумно мне понравилось. Я вчера полистала. Была просто в каком-то восторге от этой тетрадки. Знаете, здесь даже книга не нужна. Если бы я, честно, знала содержание этой тетрадки, я бы подумала над покупкой предыдущей книги. Потому что здесь прямо... Ну, я не знаю. Вот идеальная рабочая тетрадь на тему птиц. Все начинается с небольшого какого-то текста. Например, все птицы очень разные. Но что же их объединяет? Почему это именно птицы? Почему мы можем считать кого-то птицей? Где они обитают? Домашние, городские, водоплавающие, лесные. И предлагается раскрасить. Лапки птиц. Угадать, где чьи следы. Перья. Тоже все очень хорошо подробно расписано, изображено. И вроде тоже немного текста. Но идеальная информация изложена. Чем отличаются типы питания? Какие бывают? Насекомоядные, хищные, всеядные, рыбоядные и так далее. Как в зависимости от приема пищи различаются их клюва? Вот опять же зимующие, перелетные. Тема тоже затронута. Ну и тут такие в процессе небольшие задания идут. Дорисовать или раскрасить что-то. Но опять же я посмотрю, будем ли мы прям все делать. У меня, например, ребенок пока не так хорошо, например, раскрашивает, рисует. Но я однозначно это пособие буду оставлять и на будущее. Мне кажется, это вплоть до начальной школы. А то и всю начальную школу точно можно использовать. И прекрасно ребенок будет полностью владеть информацией на тему птиц. Птицы строят разные гнезда. Угадать, где какое. Посадить птицу в нужное гнездо. Просто потрясающе. Из чего состоит куриное яйцо. Все, пожалуйста, в разрезе. Как развивается эмбрион. Очень хорошо. Мне нравится. И я почти уверена, что моему ребенку тоже эта тетрадка понравится. Потому что он у меня вообще тему окружающего мира обожает. Это его, я уже рассказывала, самые-самые любимые занятия. Изучать животных, изучать растения, изучать мир вокруг нас. Это то, что его больше всего привлекает. Какую пользу людям птицы приносят. Следы птиц. Как зимуют птицы, если они зимуют. Вот предлагается сделать кормушку. Пошаговая инструкция. Угадать птицу по тени. Какие еще могут быть кормушки. Ну и дальше тут такие больше творческие задания. Раскраски. Опять же мы посмотрим, будем все сразу делать. Вот, например, соедини по точкам. Пока для него это сложный, достаточный рисунок. Мы его и не будем брать в работу. Потом, может быть, подрастет. Я говорю, не надо это пособие выкидывать. Мы его поставим на одну полку с книгами. Очень я впечатлилась. Мне кажется, такие должны быть уроки по окружающему миру. По природоведению. Как раньше это в моем детстве называлось в школах. Потому что там обычно рассказывают обо всем, чем угодно. Только не такую полезную, доступную информацию. И действительно посмотрел всех, увидел всех. Потом тех же городских, лесных поехал, посмотрел. Замечательно. Очень понравилась эта серия. В ней еще есть динозавры, космос и животные. Я уже себе заказала динозавров. И вот я думаю, пойти еще себе заказать все-таки космос и то ли животные, то ли лесные животные, как-то так называется. Потому что, ну, очень потрясающая тетрадка. Иногда вот нужно по какой-то теме, как я сейчас в ветеринарии мучаюсь, ну, такие слабые пособия, такие вот, знаете, за уши притянутые. Вот это то, что нужно. Здесь действительно информация. Если она называется птицей, здесь информация про птицей. Прочитав эту тетрадку, у вас ребенок там не просто просрашивает лабиринты, попроходит и какие-то примерчики порешает, а действительно узнает что-то по теме. Далее вот такая вот тетрадочка «Найди меня. Приключения волчонка Бернара в лесу. Тренируем остроту зрения и ума». Это такое пособие-гляделка. И я изначально приметила эту книжку. Там есть в серии «Такая же приключения волчонка Бернара на море». И я вот ее к нашей морской теме, к лету себе сразу заказала. А потом еще за какие-то смешные деньги, буквально около 100 рублей, увидела вот аналогичную на лесную тему. И тоже решила взять, потому что мне здесь очень понравилась иллюстрация. Какая-то такая приятная, мне откликающаяся. Значит, здесь каждый разворот идет, ну такая классическая загляделка. Здесь нужно найти, например, кто весь день спит, а кто лакомится черникой, а кто только что родился. Тут вот обязательно нужно найти еще вот эти 4 составляющие, которые пригодятся для специального отвара, который обострит твое зрение. Тоже нужно их все на картинке найти. Такая классическая гляделка, но мне очень понравились здесь рисунки. Прям очень интересные, очень красивые, симпатичные. Мы такое любим. Чем-то, наверное, отдаленно даже, я не знаю, клейвер напоминает или не клейвер. Ну, приятная иллюстрация. Тут страница со змеями отдельная, с совами. Гляделка. С деревьями, с елочками. С шишками, с желудями, с листиками. Такая уже больше осенняя. С грибочками. Осенью такой вообще замечательный прозгляд. С лягушками. Болото. С птицами опять же. Черепашки. Бабочки. И в целом лесные жители. Приятно. И вот на последней страничке здесь еще ответы есть. Также здесь есть предисловие. Здесь как бы это не просто там история. Здесь предыстория вот про этого волка Бернара. Но вот по сути дальше я особого как бы развязки, разворота истории не увидела. Здесь все нужно только смотреть, искать. В принципе, если не обводить, не знаю, будем мы ручкой обводить, не будем, как у меня ребенок скажет. А вообще, если не обводить, это могут быть и многоразовые, такие как книги можно использовать, как те же гляделки, находилки, искалки. Далее на морскую тему взялаем вот такую вот рабочую тетрадь, тайны морских глубин. Она не про море, сразу говорю. Она нам на лето, на уроки математики и логики мышления, вот на такого плана задания. Просто раз уж мы все равно будем изучать в этот момент море, то как бы, соответственно, такая тематическая тетрадка. Разного плана здесь задания есть, очень простые, как, например, найди тень, найди на рисунке все изображения, лабиринты, половинки сосчитать. Есть на счет, здесь уже небольшие такие задания. Ну, тоже тут в основном несложно, я посмотрела, сосчитать, найти. Ну, я подумала, лето такая отпускная пора, вот с собой такое куда-нибудь в отпуск, на отдохнуть, сильно мозг не перезагружать. Но это, конечно, не про море, понятно, что тетрадка не про море. А так приятно, я бы сказала, ну, опять же, вот примеры есть. Мы сейчас вот подобного плана с ним только примеры учимся решать в 4,5. Не знаю, тут нужно смотреть по уровню ребенка. Я думаю, что многое смогут сделать даже там малыши лет с 3. Что-то вот уже наш возраст, вот такие раскраски, мне кажется, это уже ближе к старшему возрасту. Тут покрупнее с акулой, тут с дельфином вообще прям мелкая достаточно раскраска. Опять на счет, поиск лишнего, судоку, найти пару. Опять тени, опять найди, обведи. Я говорю, это идеально куда-нибудь в поездку. Вот такое в поездке у меня ребенок должен просто на раз-два сесть вот так вот поделать, отдохнуть. Когда нечего делать, когда за окном дождик, вот будет чем-то таким заниматься. Чтобы совсем все не забыть, как выглядят цифры, да. И простые примеры вот на 4,5 будет идеально. Далее вот такое пособие, веселые занятия для мальчишек и девчонок на море от фирмы Клевер. Долго я на него смотрела, не знала брать на мне брать, но увидела листалочку на это пособие на канале у Ирины Мамы. Мне понравилось в целом содержание, потому что здесь даже есть такие небольшие полезные факты о море. И в принципе мне понравилось как оформлено. Ну Клевер всегда достаточно симпатично, на мой взгляд, оформляет свои пособия. Так, здесь разноплановые задания, есть и какая-то полезная информация. Есть, например, что-то типа лабиринта, да, или графического диктанта, как это можно назвать. Раскраски разные, поиск отличий. Ну и вот какие-то, и какая-то информация, например, у тех же дельфинов. Не могу сказать, что много, но для пособия я считаю неплохо. Особенно для Клеверовского, где иногда вообще не бывает никакой информации по теме. Вот, выполняешь задание, проходишь. Ну и оформление такое как-то вот оно прям расположило меня, мне понравилось. Очень лабиринты тут небольшие. Про акул, про птиц морских. По точкам соединить кто получится. Раскраска такая приятная, красивый цветной разворот. Вот, касатки, берухи, необычные создания морские. Черепахи. Исследования. Восьминоги, звезды морские, коньки, драконы. Ну, то есть, в принципе, тут под каждую тему, если мы так широко прям будем охватывать, тут под каждую тему что-то можно для себя найти. Какие-то еще задания. Морские выдры. Достаточно много про кого здесь. И полярных медведей тут собрали. В общем, и китов, и крабы, и раки, и пингвины. Много-много про кого. И в конце, как обычно, у клевера ответы идут. Тоже нам на лето такие веселые занятия. От каляки-маляки еще докупила вот две такие волшебные мозаики. Уже как-то в покупках вам показывала. Я ребенку купила вот такой вот паровозик. Очень ему понравилось. С удовольствием сделал. Прям отдохнул, когда лепил эти стразы. И вообще попросил меня всю серию скупить ему. Но я уже когда пришла к нам в магазин, у нас вот оставалось дракон и сова. Купила ему. Пусть делает. Если увлекло, если понравилось, то просто замечательно. Вот здесь есть стразы, и здесь есть просто как такие с блестяшками, кругляшки. Вот он посидел, поделал так. Отдохнул, понравилось. Далее еще покажу. Это к Пасхе. Вот такой вот пасхальный наборчик. Украшать, не красить называется. Мы в прошлом году брали подобный. С зайками. Нам понравилось очень. Мне понравился тот факт, что не нужно окрашивать яйца. Что просто нужно отварить, и потом ребенок может самостоятельно сесть, украсить наклейками. У нас очень славные зайчики в прошлом году получились. Вот в этом году сделаем ежиков. Только нужны не белые яйца, а коричневые. Но мне кажется, это тоже забавно и интересно должно получиться. Здесь у них и грибочки, и яблочки. Они несут и цветочки какие-то. Приятная должна быть такая поделка. И тоже это все-таки больше для ребенка развлечение. Поэтому вот для него тут такой наборчик будет по декору, по украшению. Далее к морской теме взяла вот такие раскопки юного археолога от 10-го королевства. Здесь можно найти 14 разных артефактов. Тут рыбки, какие-то ракушки, наверное, конек морской. Мне понравилось, как они выглядят. Достаточно интересные такие стеклянные штучки. У нас такого вот нет, по крайней мере, в наличии дома. Я думаю, ребенку будет интересно, понравятся им такие раскопочки. Были такие классические рыбки, но у нас они как раз-таки есть. Такие как прорисованные. И мне хотелось чего-то такого новенького добавить. Вот будем пробовать ковыряться тоже ему для настроения. Последнее, что сегодня хочу вам показать, это вот такой вот набор опытов. Увлекательная наука от фирмы Эврики. 15 опытов для детей. У меня ребенок после Нового года очень впечатлился. Ему очень понравилась тема опытов. Нам Дед Мороз каждый день практически приносил какой-то новый интересный опыт. И вот он у меня все просит. Что-нибудь ему такое интересное купить, что-нибудь еще с ним поделать. И взяла ему вот такой набор на пробу. Мы уже по нему занимались, ставили опыт. И нам очень понравилось. В комплекте здесь идет вот такая вот большая колба на 250 миллилитров. Такие маленькие пробирки с подставкой под них на 50 получается. И поменьше на, не знаю, наверное, миллилитров на 10. Здесь не подписан объем. Воронка вот такая идет. Также стаканчики обычные мерные. Потом пипеточки две штучки. Вот уже они такие детские. Все выполнено из пластика. Но пластик достаточно хорошего качества. У нас вот ничего пока не помялось, не погнулось. Все нормально. Также здесь в комплекте еще разные мерные ложечки. От 15 грамм до 1 грамм. Очки. И набор. А, еще вот такие вот воздушные шарики для экспериментов. И еще вот такой набор карточек. Интересные здесь опыты. Что мне понравилось? Опыты достаточно простые. И обычно все, что нужно для опытов, спокойно можно найти дома. Ну, что-то мы берем из набора. Понятно, что приборы все мы достаем из набора в основном. А что-то с легкостью можно найти дома. Например, пищевую соду, уксус, средства для мития посуды. Я думаю, в каждом доме найдется. И это вот опыт вулкан. Мы его уже как раз таки делали. Можно не покупать готовые варианты и спокойно дома делать. 15 здесь, по-моему, карточек с разными опытами. Простые, доступные. Единственное, что мне здесь не понравилось в этих карточках. Карточки, кстати, заламинированные, хорошего качества. Но что мне не понравилось, здесь не пишется во многих карточках количество. Пару ложек соды. Ну, вот я считаю, что для химического опыта, если уж мы приучаем ребенка к химии, и если мы серьезно относимся к этой науке, то вот пару ложек соды, это как бы, ну, не есть хорошо так писать, потому что непонятно, каких пару ложек взять из предложенного набора. На один миллилитр или самую большую, да? Непонятно, что взять. А так, в остальном, опыты неплохие. Я вот говорю, мы уже 4 из них сделали. Ребенку нравится. Он с удовольствием и сами эксперименты приводит. А потом он еще в свободную игру в ванну себе уносит. Я ему там... А, еще красители были в комплекте. Я ему добавляю красители, например, какие-то. Даже свои из дома пищевые, которые в комплекте были. И он играет, смешивает, перемешивает, что там, фантазирует, переливает. Ему нравится очень. Вот он занят. Иногда по часу он может там стоять, что-то возиться, придумывать. Каких-то там машинок еще, зверей своих навезет. И все, у него там ролевка полным ходом. Я поэтому очень довольна покупкой, потому что в целом набор очень бюджетный в сравнении, например, с готовыми наборами опытов. А использование его... Конечно, можно его использовать в разы дольше, чем вот эти одноразовые опыты, которые сделал и все выкинули. Ну и плюс я ему сейчас заказала такие тоненькие книжечки. Там тоже разные опыты, эксперименты, раз уж ему нравятся. Тоже вот я думаю, что он нам послужит и для проведения домашних таких опытов, экспериментов. На молоке вот тут интересный тоже опыт рисовать, приятный. Я думаю, он всем известен, он и в интернете есть. Понятно, что его можно провести без, скажем так, всего, что здесь есть. Можно все это и дома отыскать. Ну, такую атрибутику создать нравится. Мне еще ребенку очень нравятся эти очки носить. Он постоянно все. Все, я пошел, я сейчас химик. Все, он уходит и там что-то или изобретает, или придумывает. В общем, занимается. Вот такой сегодня получился у нас с вами обзор. Спасибо всем за внимание и до свидания.